Здравствуйте, мои дорогие, с вами на связи Викана. Сейчас покажу такой расклад. Меня часто спрашивают, может быть, он не использует. Может быть, вам кажется, что он ведёт себя, может быть, каким-то образом, таким, которым вам бы не хотелось. А может быть, вы наделили его какими-то качествами, которых их просто в нём нет. Потому что мы часто хотим видеть то, что нам бы хотелось видеть, а на самом деле в человеке это нет. И вот часто спрашивают, вот он не использует. Я ему не верю, что на самом деле происходит. Вот давайте сейчас мы как раз посмотрим эту ситуацию. Может быть, он изменяет. Может быть, здесь есть какой-то треугольник. Давайте будем смотреть. Сразу вижу аркан мира. Вообще вижу хорошие карты пока. Итак, что я здесь вижу? Нарушать мир в отношениях – это не в его правилах. Он только за доверие. Он не использует вас. В смысле, здесь нет треугольника, извините. Здесь нет треугольника. Если у него есть какие-то отношения, были вернее, то он резко ставит человека на место, либо поставил точку. Сразу говорит женщине какой-то там, если имеет на него какие-то виды, говорит нет. Но он и сам против измен. Если он вас уличит в измене, он вам этого не простит. Он, кстати, очень ревнивый. Он очень ревнивый. И поэтому я не вижу, что здесь есть какой-то треугольник. Потому что той женщине, которая захочет, как говорится, его увезти у вас, ей будет не сладко. Ей будет не сладко, он ее поставит на место. Я в этом сказала. Поэтому здесь вы, вероятно, может быть, себя накручиваете в чем-то. Но это опять касается тех, кто пока не уличил своего мужчину в измене. Часто женщины, знаете, как говорят, вот ты там где-то задержался, вероятно, ты мне изменяешь, и я вам, мои дорогие, не советую это делать. Как только вы начнете мужчину уличать даже в том, чего нет, вы рисуете в эфирном поле уже образ этой соперницы, и она обязательно появится. Вот помяните мое слово. Чем больше вы ему этот ярлык навешиваете, изменой какой-то женщины, подозрений, вселенная будет уже ее воспроизводить в реальном, как говорится, измерении, и она появится. Это некая установка, которую вы можете установить сама. Ты мне изменяешь, у тебя есть любовница, есть ее, даже нет, она обязательно появится. Вот таким образом это реально работает. По поводу использовать, либо не использовать, давайте посмотрим. Здесь ситуация, я смотрю, совершенно другая. Ему, наоборот, самому кажется, что его часто используют. И он думает, что его благие намерения ведут действительно в какой-то ад. Представляете, он думает, вот я делал, 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 а она это не оценила. Он даже болеет от этого. У него депрессия от этого возникает. Уж не то, что он у вас. Он сам считает себя даже побежденным. Посмотрите, здесь такая карта. Он говорит, за что на меня шишки валятся? Вообще ни за что. Она меня в чем-то обвиняет, она не принимает мои труды, она их не оценивает. Он, наоборот, чувствует себя почему-то таким, знаете, обиженным. Представляете, вот. Это я для нее все делаю, а она меня, вероятно, может использовать. Почему? Потому что у меня здесь пентаклевая масть. Видите, вот еще идет. Что бы я ни делала, ей все не нравится. Вот здесь я вижу, что вот его даже сомнения какие-то, переживания. Но он об этом может умалчивать. Может умалчивать. Поэтому о том, что он вас использует, я это совершенно не вижу. Я здесь такого не вижу. Здесь посмотрите, какие карты идут. Человек задумался. Он задумался и думает, ну вот как мне ее угодить? Как мне сделать так, чтобы она полюбила меня? Чтобы она оценила меня по достоинству? Так что в этом плане тоже будьте, пожалуйста, осторожны. Бывает так, что, может быть, ушла в работу, ушла в детей. Очень много забот. И забыла совершенно. Старается, крутится, вертится, что-то делает. Спрашивает, ну что нравится? Она говорит, ну так, ничего нормально, сойдет. А то скажет, ты мне обязан это делать. Ты просто обязан, ты мужик. Мужчин надо хвалить, мои дорогие. Обязательно хвалить. Говорит, ты дорогой, ты милый. Ты посмотри, как ты красиво сделал. Ни у кого это так даже не получится. У тебя ручки золотые. Вот тогда вот этих четверых карт бы я бы не видела. Поэтому вам, может быть, кажется, что он вас использует. Но у него и в уме даже этого совершенно близко-близко-близко нет. Я вижу его переживания на эту тему. Также меня спрашивают. Вот есть некое непонимание, да, я вижу вот в этом раскладе. Возможно, женщина не понимает своего мужчину. Он как-то пытается до нее достучаться. А почему? Потому что женская и мужская энергии, они совершенно разные. Мужчин более прагматичные по поведению, женщин более эмоциональные. Она сама надумала, сама придумала, да. Вот, кстати, вот эта карта появляется. Она говорит, все, я не хочу с ней быть больше вместе. Может быть, мне поставить точку. Мне надоело. А первый катализатор того и признак того, что мужчина вот действительно там не может никак угодить, да. И поэтому женщине по всей видимости она и думает, что-то он не так делает. Мне надо вот так, а он делает не так. Значит, он не использует. Я просила его одной сделать, а он делает совершенно другое. Значит, он не использует. Он делает не назло. Я не хочу такого мужчины, не хочу с ним рядом быть. Поэтому что мы здесь видим? Будете ли вы вместе? Может, вам точку действительно поставить? Может, это недопонимание будет дальше? И здесь, вы смотрите, вот страхи, да. Вот они страхи, вот они сомнения. Женщина просто вот в кругу своих таких страхов. Она сама себя сковала этими страхами, что-то надумывает, придумывает. И у нее закрыты глаза. Почему это у персонажа закрыты глаза? Да, что-то не досматриваете в своем мужчине, где вы не хотите видеть. Либо чего-то боитесь и боитесь допустить в эти отношения. Либо в ваших отношениях были подобные отношения, и вы просто видите следующего партнера именно таким. Вот все мужики, знаете, как говорят на букву К, да, вот. Есть такой у мужчин, такой у стереотипов часто складывается, что женщины все плохие. А у женщин есть такие стереотипы, все мужики одинаковые. И поэтому, что там рассматривают-то в нем какие-то хорошие черты? Вот такой, как все. Вот он как-то так поступил, да, с тобой, и тебе не понравилось, и ты сразу поставил ему на лоб клеймо. Вот, поэтому, в принципе, здесь вот от этого надо избавляться. На самом деле ситуация неплохая в ваших отношениях. Просто нужно установить какой-то мир, понимание. Может быть, сесть, как говорится, устроить романтический вечер, почаще, как говорится, вспоминать, когда вы познакомились, когда вы друг другу нравились. Уже не уходить далеко от этих отношений, а постоянно анализировать. Ну, почему-то же вы друг другу понравились. Что-то вы нашли хорошее в этом человеке, он нашел вас. Поэтому вам нужно гармонизироваться, начать сначала, вернуться, забыть сейчас настоящее, начать с прошлого. Говорить, давай не будем терять то, что мы с тобой начали, как у нас все было хорошо, и давай не будем это терять. Давай будем постоянно какие-то романтические вечера устраивать, да, поддерживать вот эти отношения, какие они есть. И вот еще такая карта, посмотрите, поставить ли мне точку. Нет, нет, я думаю, все-таки нужно остановиться на этих отношениях. Поискать какие-то хорошие черты в этих отношениях, но не все же так у вас плохо в отношениях, да. Поискать, подумать, дать ему шанс, дать тебе шанс самой разобраться в этих отношениях. У вас есть хорошие перспективы в этих отношениях. И на самом деле, зачем ставить точку? Посмотрите, я вижу, какая хорошая карта. У вас еще все может быть прекрасно, у вас все еще может быть хорошо, если вы перестанете, вот, как говорится, ориентироваться вот по такой карте, заключать себя в какие-то, в плен страхов, каких-то фобий, да, надумок каких-то. Здесь, вероятно, во многом страхи у вас надуманное. И вы, наверное, все-таки, судя по его поведению, может быть, просто ему сказать, дорогой, надо вот так, вот так, вот так сделать. Женщины часто делают намеки, она начинает намекать ему. Мужчин не понимает намеков женских, он старается. Даже часто бывает так, что, например, она ему что-то сказала, вот, наверное, у вас тоже так бывает, да, я ему говорю, я вот тут плачу, мечусь, мне плохо, я что-то начинаю высказывать ему по полчаса, говорю тебе, говорю, ты меня не слушаешь, он сидит молчит. А что он сидит молчит? Он молчит, почему? Потому что он думает, вот эту карту мы здесь видели, он думает, как решить этот вопрос. Потому что мужчины говорят так, ты тратишь зря время на свои вот эти вот разбрасывания молний, на слезы, на энергию бесполезную. Что толку плакать? Что толку метаться? Что толку высказывать, вспоминать? Высказывать обиды, упреки? Ему это не надо. Он задумался, в это время ему нужна тишина. Тишина для чего? Для того, чтобы он сел и подумал, и решил этот вопрос. А здесь у него этого нет. Вот он считает, что ему не дают даже подумать о чем-то. С него сразу, как он говорит, просят каких-то решений. А он хочет как лучше. Он хочет только во благо. Почему? Потому что мы видим здесь масть кубков. Поэтому, мои дорогие, вот такой расклад я здесь вижу. Если все-таки кто-то узнал свою ситуацию, может быть, как-то помягче к нему относиться. Может быть, дать ему проанализировать и стать уже взрослым мальчиком, чтобы он наконец-то повзрослел, перестать его опекать, перестать от него чего-то ждать. Дать ему, как сказать, бразды правления, пускай он сам решает и несет ответственность за вас. Ничего за него не делайте, пускай он все делает сам. Это основная. Знаете, как я говорю, включаем взрослость, выключаем вот эти обижульки детские. А вот ты не это сделал, не так сделал. Вы два взрослых человека. Поэтому прежде, чем ставить точку в отношениях, надо проанализировать, начать с исходной точки, когда вы познакомились, проделать работу над ошибками, что же все-таки произошло, почему пошли так отношения, кто в этом виноват. И не надо не воспринимать себя такими, какими есть. Потому что есть люди, которые не хотят воспринимать себя такими, какие есть. Нет, я не такая. Я не такая. А может быть, ты такая на самом деле? А может быть, ты такой? Ты просто не хочешь воспринимать себя таким гордыня. Вот от этой гордыни надо избавляться по этому принципу. Вот в этих отношениях он вас не использует. И ничего здесь по изменам здесь я тоже не вижу. Но здесь, понимаете, в чем вопрос? Здесь вот этот расклад, он не привязан именно конкретно к какой-то паре. Это расклад-знак. А когда ко мне обращаются за личными консультациями, там уже мы смотрим конкретную пару. Я захожу в судьбу этих людей, и там мы уже смотрим, что происходит конкретно. Поэтому, если вам нужен расклад, пожалуйста, обращайтесь. Будем разбираться именно в вашей ситуации. Удачи вам, мои дорогие. Работайте над отношениями. Это совершенно несложно. С вами была Викана. Работайте над отношениями. Работайте над отношениями. Продолжение следует...